Доброе утро, Владимир Александрович. Доброе утро. Большое спасибо, что согласились дать нам интервью. Для нас это очень важно. Давайте приступим? Я думаю, да. Расскажите, пожалуйста, какие предметы вы ведете в РУДН и на каких специальностях? На самом деле предметов довольно много. Если идти по специальностям, по порядку, то на специальности математика, получается, бакалавры, это дифференциальная геометрия и топология. Если говорить про магистров, у меня два спецкурса. Это введение в маломерную топологию, где я рассказываю про основы теории узлов и зацеплений. И второй спецкурс – это неэвклидовая геометрия и их приложение. То есть я рассказываю про основы неэвклидовых геометрий, таких как геометрия Минковского, геометрия Галилея, геометрия Лобачевского, сферическая геометрия, проективная и так далее. Также я веду курсы у бакалавров-физиков. Там у меня два курса. Это интегральное уравнение и вариационные исчисления. А также в первом семестре – это векторный и тензорный анализ. Ну и, наконец, у первого курса, это второй был курс физиков, у первого курса еще лекции по линейной алгебре и аналитической геометрии. Это вот первый семестр первого курса. И еще у крупненных групп, как это называется сейчас, первый курс НКА, то есть это компьютерные науки, первый курс, там целых пять групп, такой довольно большой поток, там лекции по аналитической геометрии. Значит, ну и если брать в целом всю мою деятельность в РУДН, которая как бы насчитывает уже, так, уже получается 11 лет, если с 2012 года. Я еще ввел такие курсы, как линейное программирование, значит, дифференциальное уравнение, алгебра, значит, линейная алгебра. Ну, вот самокомплексный анализ, кстати, который сейчас этот курс Андрей Борисович, значит, Буравник читает. Значит, до этого, наверное, лет 7-6-7 этот курс был как бы за мной, то есть на НП. То есть вот как бы такой, такая довольно, так сказать, обширная программа у меня. То есть получается в разных областях и по многу, если в целом. Да. А отличаются ли требования к студентам в зависимости от их специальности? Ну, да, конечно. Если брать чистостых математиков, то сам стиль, значит, преподавания, он направлен, значит, на вот такое более подробное и детальное изложение, значит, на доказательство теорем. Если брать, значит, там вот какие-то нематематические специальности, скажем, физика, а инженеры у меня еще были тоже. Вот, как-то вот два года вот из этих, сам, 11 лет. То там, конечно, как бы что касается нематематических специальностей, то там я многие вещи вынужден как бы рассказывать без доказательств, потому что, ну, и часов меньше гораздо, вот, и, ну, и уровень, конечно, подготовки разный, то есть, где, допустим, инженеры, физики, у них, как бы, ну, к сожалению, уровень именно математической подготовки на порядок ниже, чем у математиков, у НП, например. Вот. И еще им продолжают урезать еще часы, что, как бы, к сожалению, ведет еще к ухудшению, так сказать, их подготовки. Вот, может быть, это интервью кто-то послушает, вот, и, как бы, учтет это при составлении планов. Ну, в целом, если вот, как бы, говорить, в общем-то, что, конечно, на математических специальностях, там, изложение ведется более подробно, более углубленно. Как бы, что касается других специальностей, то здесь уже так вот более обзорно, так скажем, то есть, основные теоремы, основные факты, конечно, я доказываю, вот. Вот, ну, многие вещи, которые бы хотелось бы рассказать более подробно, я вынужден самограничиваться, как бы, таким вот довольно поверхностным изложением, это вот в целом. Понялась, спасибо. А в других университетах вы преподавали? Расскажите там про дисциплины, если было что-то. В университетах нет, вот, то есть, до, как бы, Рудена, то есть, получается, там, два года, наверное, вот, я, значит, имел опыт, как бы, работы в средней общеобразовательной школе, вот, потому что я по своей, как бы, специальности по диплому, вот, как специалист. У меня основная специальность, это учитель математики, именно школьный, вот, поэтому я два года, вот, как сказать, честно, вот, по, значит, специальности, там, отработал своей, так сказать, вот, родной, как бы, 14-й школе города Коломбина, где я, так сказать, учился всю жизнь, вот. Вот, значит, ну, потом, значит, понял, как бы, что это не мое, вот, ну, не то, как бы, чтобы не мое, но, как бы, современная школа, она отличается от школы, которая была, вот, при мне, вот, как бы, существенно. А сейчас у меня, вот, мама и супруг там работают, вот, до сих пор. Сейчас еще более существенно отличается, потому что, вот, ну, период вот этой, как бы, цифровизации, вот, как бы, свой отпечаток накладывает, вот. Вот, значит, поэтому я понял, что мне, как бы, вот, более интересно это, работать уже, как бы, с более, так сказать, осознанными, взрослыми людьми, такие, как студенты, вот, которые уже осознанно, значит, подходят, как бы, к процессу обучения более осознанно. Конечно, есть исключения, вот. Вот, поэтому, вот, после двух лет работы в школе, я, вот, начал искать возможность поработать в УЗИ, и я благодарен своему, там, учителю, Владимиру Павловичу Лексину, значит, профессору, который, вот, как бы, работал здесь, вот, 10 лет назад, это Мантуров Василий Олегович, как бы, крупный специалист по теории узлов, значит, вот, именно он меня втянул в эту область, в свое время, вот, правда, я там года два, наверное, занимался, значит, в этой области, это не моя основная область исследования, значит, ну, и, конечно, особая благодарность, там, Москобачевскому Александру Леонидовичу, который, ну, вот, казалось бы, выпускника из, как бы, глубинки, казалось бы, вот, взял, значит, на кафедру тогда еще, значит, дифференциальных самоуравнений и математической физики, она называлась, то есть, тогда еще не было, значит, математического института, вот, и я, как бы, работаю с 2013 года, и вот, по сей день. Большой путь, это, Леви. Какого рода задачи вы даете своим студентам, которые хотят писать научную работу под вашим руководством? Ну, круг задач в целом, значит, такой вот довольно обширный, вот, ну, если брать в целом, то я даю задачи, которые, как бы, вот, близки к моим научным исследованиям, это геометрия, то есть, это, значит, объемы, как бы, неевклидовых многогранников, вот сейчас ваша однокурсница, значит, Васян Ивановна пишет, как раз, как бы, работу по этой теме. Это одно направление исследования. Второе направление исследования, это, значит, маломерные топологии, то есть, это теория узлов, косы зацеплений, самые инварианты узлов и зацеплений, и, значит, третье, значит, направление, я сам стал, стал им, как бы, недавно интересоваться, это объемы евклидовых многогранников и, как бы, решение евклидовых многогранников, то есть, в русле знаменитой, значит, теоремы Сабитова, что объем многогранника – это корень некоторого многочлена четной степени, вот, там с определенными деталями эта формулировка, я сейчас, значит, приводить ее полностью не буду, вот, и там, значит, ряд очень интересных задач, вот, связанных с вычислением средней кривизны многогранника, вычисления объема, значит, многочлена объема многогранника, значит, и так далее, то есть, тут вот, я, значит, начал интересоваться этой темой после знакомства с большой обзорной статьей Сабитовой Джанда Хаковича, значит, в «Успехах математических наук», там, значит, порядка 60 страниц эта статья, значит, вот, и, вот, оказывается, многие задачи, которые, как бы, рассматриваются в этой статье, их, значит, довольно интересно обобщить на, как бы, неевклидовый многогранник, неевклидовый объем, который я, как бы, вот, собственно говоря, большую часть своей, вот, научной жизни занимался, вот, поэтому это еще одно, еще одно направление исследований, у меня вот два, как, там, студента в направлении НП, значит, пишут еще дипломную работу, и вот я им дал, вот, как раз, тему, значит, близкую, вот, к этому третьему направлению. Спасибо. Вот, вы сейчас рассказали про свои научные исследования, собственно, А почему выбор ваш пал на эту область, на эти области? Ну, это все идет от научного руководителя, как у всех, вот, значит, когда я в 2010 году, значит, поступал в аспирантуру к своему научному руководителю, к своему, значит, учителю, значит, профессору Лексину Владимиру Павловичу, вот, я еще, просто дело в том, что до еще самоокончание института, то есть где-то курса с третьего я ходил на его научный семинар, это вот аналог научного семинара Скубачевского Александра Леонидовича, который вот по вторникам проводится, там, для студентов, для аспирантов и для ученых, вот, значит, такой же семинар был и как в нулевые, то есть в двухтысячные, вот, в нашем институте, там, значит, тоже наряду со студентами-аспирантами приходили, значит, профессора и приглашенные докладчики, вот, и еще, значит, вот, посещая этот семинар, я решил, что я буду, значит, поступать именно к этому научному руководителю, именно на, значит, направление геометрии и топологии, потому что в нашем ВУЗе было два направления аспирантуры, это вот геометрии и топологии и, значит, математический анализ, второе направление, вот, но мне, значит, ближе было именно, значит, как бы специальность геометрии и топологии, поэтому я, как бы, делал доклады, когда вот еще, будучи студентом еще до вот аспирантуры, вот, правда, я делал доклады больше в маломерной топологии, вот, но, значит, когда я, значит, поступил в аспирантуру, значит, сам успешно сдал, значит, кандидатский, не кандидатский, вступительные экзамены, вот, кандидатский это после, вот, мой научный руководитель, вот, когда стал, значит, мы с ним стали обсуждать задачи, которыми заниматься будем, вот, он мне, значит, предложил, значит, обзор Винберга, значит, в успехах, Винберг, это такой вот крупнейший алгебраист и геометр, и там его обзорная статья, значит, называлась, вот, как раз объемы нефтидовых многогранников, и, как Владимир Павлович мне, вот, поставил ряд задач, значит, которые, значит, посвящены именно этой, значит, как бы теме, проблеме, вот, значит, ну вот, когда я, как бы, читаю обзор, там, одна на то и есть обзорная статья, что там многие вещи подробно не освещены, значит, приводятся ссылки на, значит, другие работы, то есть обзор это место, где собраны основные научные достижения в этой области, вот, там, ну, за последний, там, период какой-то отчетный, вот, и я стал, как бы, изучать, значит, другую литературу, смежную этой, как бы, скажем так, и вот постепенно втянулся, вот, и стал, вот, как бы заниматься, вот, как бы с подачи своего научного руководителя именно этой темы. А это была ваша первая научная работа? Да, значит, первая научная работа, значит, у меня была, значит, когда я был еще вот аспирантом первого года, только начинал, у нас такой был сборник в УЗИ, называлось, значит, как бы называется «Начало», то есть это как раз вот первая научная работа аспирантов публикует, вот, и вот моя первая статья, там, правда, особой новизны какой-то не было, ну, вот, но мне удалось, так сказать, вот, ну, как бы в процессе, там, изучения обзора Винберга, там просто многие вещи были сформулированы как упражнения, по сути, вот, и мне вот для понимания более детального, вот, то есть я там некоторые вещи расписал более подробно, так сказать, вот, значит, более детально, скажем так, и это вот, значит, была основа моей вот первой научной работы. А какие эмоции вы испытывали во время написания? Все-таки первая научная работа – это серьезно, ответственно, волнительно. Не было особых эмоций, просто дело в том, что, значит, параллельно с написанием научной работы я готовился к кандидатскому, значит, минимуму, это был, там, конец первого года аспирантуры, это был, значит, 2000, получается, 11-й год, да, получается, 2011 год, там где-то май, там апрель-май, и у меня не было, там, особых эмоций, значит, потому что я, значит, мыслями был немножко в другом, а именно в подготовке к, значит, к кандидатскому, значит, минимуму, как труднейшему, я считаю, по философии науки. То есть там нам надо было сделать реферат, я помню, я писал, значит, реферат по, что-то близко, вот, геометрия Лобачевского, то есть именно с точки зрения философии, вот, и экзамен, значит, программа, которого рассчитывала, там, что-то порядка 60 вопросов, вот, но, значит, понервничать пришлось изрядно, потому что все остальные кандидатские минимумы, там, по иностранному языку, по, значит, по специальности особенно, это, можно сказать, такая отдушина по сравнению с философией, ну, вы сами, наверное, изучали философию на, значит, в ладжевых курсах или сейчас она у вас еще идет, я не знаю, вот, это такой довольно специфический предмет, значит, к которому, значит, должна быть, ну, мысленно предрасположенность, грубо говоря, вот, я, значит, я думаю, мало у кого, нет, многие математики, конечно, если брать историю математики, были философами, особенно древнегреческие, вот, но именно когда это экзамен, и там нас, помню, сдавало три потока, нас просто первые вот эти кандидатские минимумы, то есть по философии, по иностранному языку сдавали все потоки, то есть там были и экономисты, и филологи, значит, по физкультуре даже у нас там аспирант у нас был, значит, факультет и сейчас есть физическое воспитание и спорта, вот, и там были аспиранты, и химики, ну, то есть все, все аспиранты вуза, то есть по разным специальностям, мы слушали все вместе лекции и все вместе сдавали, ну, там у нас было порядка 50 человек аспирантов, то есть если со всех факультетов брать, вот, историки и все-все-все, короче говоря, где была, и юристы, вот, нас, как бы, поделили на, значит, три потока по 20 человек примерно, если всего там, как бы, знаете, 50-60, вот, и я сдавал в последнем потоке, у меня сдавали многие мои, как бы, еще вот знакомые с институтских времен, там, с других факультетов, и многие не сдали философию, просто, как бы, ну, срезались на философию, и это нервировало в процессе подготовки, поэтому я, как бы, рассчитывал сдать саму философию, значит, получилось так, что я даже отлично сдал, вот, меня даже, как бы, комиссия похвалила, чего я не ожидал, вот, особенно при философии, вот, значит, поэтому особых эмоций в процессе написания именно вот этой первой научной работы у меня не было, вот, то есть все эмоции были, вот, в подготовке к кандидатскому минимуму, потому что, если я бы не сдал, мне бы, там, через год бы пришлось там приходить, вот, как многим, кстати, многие не сдали, где-то примерно третий человек, 20, 25 из 60 не сдали. Экзамен серьезный, да. А как первые результаты помогли вам в формировании ваших научных интересов дальнейших? Ну, значит, первые результаты, они, на то и первые результаты, вот, значит, то есть первые результаты, они, значит, вот, там, как правило, у всех математиков такие скромные, если в глобальном масштабе оценивать, они помогают, как бы, ну, как бы, штурмовать новые и новые высоты, скажем, решил более простую задачу, переходишь к более сложной задаче и так далее, то есть. Первые научные результаты, они дают стимул заниматься более сложными научными проблемами в этой области. Спасибо. А как вы вообще пришли в математику? То есть в школе вы выбрали, непосредственно перед поступлением? Что определило ваш выбор? Ну, в школе, если говорить, знаете, про школу, то я в среднем звене, то есть до девятого класса не планировал быть математиком, вообще, то есть у меня, значит, видимо, от мамы, который филолог, значит, вот, сам учитель, там, русского языка, у меня-то, ну, были довольно приличные способности, как бы, вот, именно к русскому языку, вот, то есть я там занимал места на различных олимпиадах, даже не готовлюсь, просто, вот, как бы, вот, значит, экспромтом приходил, вот, и, как бы, интуитивно некоторые, как бы, задания делал, вот, и показалось правильно, вот. Вот, значит, как также меня, значит, какое-то время, в восьмом, наверное, классе, в девятом, я очень интересовался историей, вот, значит, у нас, значит, был такой довольно хороший, требовательный учитель, значит, 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 вот Ольга Константиновна, если она сам посмотрит интервью, значит, привет ей, вот, вот, значит, который нас, как бы, спрашивал довольно, значит, строго этот предмет, вот, значит, довольно глубоко, и это, значит, вынуждал искать новые знания, там, ну, в различных, как бы, энциклопедиях, и, значит, постепенно историей я тоже стал, как бы, интересоваться, вот, значит, а математика у меня, это, значит, поначалу были такие, конечно, я учился хорошо, значит, я думаю, что у меня такие были, ну, как бы, как бы, хорошие, близкие к среднему, как бы, способности, ну, я так думаю, вот, а уже, значит, мне очень, так сказать, именно с математикой, значит, помогала моя крестная, которая, по, значит, профессии инженер, и вот, где-то до девятого класса, вот, она, я вот к ней, как бы, мог обратиться, если вдруг что-то мне непонятно, какая-то тема, вот, в школе, вот, там уже потом стал, после девятого уже, как бы, старшие классы, там уже материал более сложный, она мне сказала, говорит, Володя, здесь я уже, говорит, не помню, к сожалению, значит, давай сам, вот, и, как бы, я уже, значит, значит, углубился именно в математику, начиная, наверное, с десятого класса, вот, и потом, значит, значит, не знаю, почему, вот, значит, именно я себе, значит, обнаружил, ну, это, видимо, внутреннее чувство какое-то, именно, как бы, склонность больше к точным наукам, математике, физике, то есть, такое вот, значит, переключение какое-то произошло, вот, вот, ну, и, как бы, в начале одиннадцатого класса я решил, что я буду поступать на физико-математический факультет, значит, Коломенского, значит, государственного педагогического института, он тогда назывался, вот, и начал посещать подготовительные курсы при этом институте, тогда еще ЕГЭ было, как бы, необязательно, хотя я был первый, значит, фактически один из первых в школе, вот, в нашей, которые сдавали именно экзамен в формате ЕГЭ, вот, значит, тогда еще не было интернетов, ну, было, но мало у кого он был, у меня его не было, например, вот, и, как бы, значит, пришлось, значит, покупать сборники, книжечки, вот, значит, тогда для, значит, подготовки к ЕГЭ была только сама одна такая вот желтенькая книжечка, я даже до сих пор помню, вот, и остальные, значит, были просто сборники для, значит, поступления в ВУЗы там различные, вот, и я начал посещать эти курсы, я увидел, значит, своих будущих, значит, преподавателей в ВУЗе, которые вели эти курсы, вот, вот, и мне, как бы, вот, именно с 11 класса, как бы, захотелось не только вот именно учиться на физмате, а и стать будущим преподавателем в ВУЗе, именно, значит, математическом, и, ну, как бы, мне нравилась именно культура подачи материала, потому что это были преподаватели такой вот старой советской закалки, такие вот именно с, ну, я, как бы, не хочу говорить, что мне, значит, неприятно некоторых, как бы, современных людей, как бы, слушать, вот, но такой была, как бы, строго самопоставленная речь, значит, не было слова, там, круто, допустим, вот, сейчас вот как, значит, вот, посмотришь какое-то интервью, вот, как бы, в том же, там, вот, РУДН, когда, там, вы, там, вы, там, крутые, вы, клёвые, ну, то есть, это была вот такая вот академическая старая, старой закалки поставленной речью, значит, и мне хотелось именно стать, значит, именно преподавателем ВУЗа, вот, и я, значит, поставил себе цель, значит, не просто закончить ВУЗ, но и поступить в аспирантуру и, значит, как бы защитить минимум, значит, кандидатскую диссертацию, то есть, вот, если в целом, значит, вот кратко, значит, как бы, вот рассказывать мой, значит, такой вот, как бы, жизненный путь, значит, то я могу вот так это всё, как бы, пересказать, по-своему говоря, То есть идея и поступление именно связать жизнь с математикой возникла именно в старших классах школ. Спасибо большое. Возвращаясь к вашей работе в РУДЭ, вы являетесь также заместителем председателя методической комиссии. Скажите, пожалуйста, какими вопросами вы занимаетесь? Ну, значит, в рамках своей общественной деятельности в мат-институте именно председатель методической комиссии. А председателем является я заместитель, помощник председателя. Председателем методической комиссии с 2021 года является профессор нашего института, член-корреспондент Лазарев. Мы занимаемся подготовкой учебных планов, стабильных учебных планов, рабочих учебных планов, различной учебно-методической документации, которая ежегодно размещается на сайте университета. Это рабочие программы, аннотации, программы практик, госэкзаменов. Также мы занимаемся разработкой программ и билетов госэкзаменов, то есть, получается, как выпускные экзамены, и вступительных испытаний в магистратуру и в аспирантуру. То есть, это вот, если кратко, в чем наша, так сказать, обязанность общественная. Наверное, то, что вопрос сейчас прозвучит, который очень волнует студентов, особенно выпускных курсов и поступающих в магистратуру. А чем вы руководствуетесь при составлении вопросов для аттестации студентов? Ну, в целом, с задержанием курсов, которые они изучали. То есть, есть базовый курс, если это математика, то это, значит, алгебра, геометрии различные, там, аналитические, дифференциальные. Это, значит, там, конечно же, обыкновенные дифференциальные уравнения. Это уравнение математической физики или, там, уравнение с частными производными. Там она просто по-разному называется, дисциплина. И просто, как бы, ну, с помощью, как бы, консультации с ведущими лекторами, которые читали эти курсы, то есть, просто там отбирается ряд основных вопросов таких, как бы, фундаментальных. Вот, и на их самооснове предоставляется программа, и уже, значит, вопросы программы уже в будущем, они сбиваются по билетам. Так, чтобы в каждом билете были по возможности вопросы из, там, разных областей. Ну, еще, значит, я могу сказать, то, что вот, когда я был, еще, еще не был председателем, значит, и замом председателями тот комиссии, кто-то эту функцию, как бы, выполнял сам до меня, вот, и там уже, значит, значит, как бы, вот, была основа этой программы, то есть, мне она досталась, как, можно сказать, от, значит, предыдущего сам сотрудника. И уже, там, просто с годами мы эту, как бы, программу, там, немножко редактировали, потому что некоторые, как бы, дисциплины учебного плана у нас уже в будущем, как бы, значит, сам уходили из учебных планов, например. Значит, какие-то вопросы из-за того, что сейчас, вот, многие часы, я уже говорил, сам урезают, пришлось сам убрать из программы, а какие-то добавить, например. То есть, значит, программа уже была, значит, какой-то вариант, и мы, значит, просто вот каждый год после консультации, вот, с руководителями направлений, либо оставляем эту программу в силе и для следующих выпускников, либо что-то меняем. То есть, примерно так. Спасибо, поняла. Помимо основной работы, вы еще занимаетесь научной деятельностью и активно участвуете во многих проектах, которые финансируются государственным бюджетом. Как вы думаете, насколько необходимо, чтобы Министерство образования предлагало разные проекты для ученых, для участия? Вот, ну, здесь можно посмотреть, значит, этот вопрос под, значит, двумя самыми разными углами. То есть, с одной, как бы, стороны, это, как бы, хорошая финансовая поддержка, финансовое, значит, паспорье. А с другой стороны, значит, математик, он как творческий человек такой же. То есть, грубо говоря, как музыкант, как, там, художник. То есть, а творчеством в разных его, так сказать, проявлениях в науке, там, в искусстве, в живописи, там, и так далее. Как бы, ну, я считаю, по заказу, как бы, заниматься нельзя. То есть, если, как бы, человек выигрывает грант какой-то, вот, ему выделяется, там, какое-то финансирование определенное, энная сумма. Он должен каждый год, там, отчитаться, значит, там, написать столько-то статей, там, в таких-то журналах, столько-то статей, в таких-то журналах, столько-то статей, значит, там, допустим, в трудах конференций, там, и так далее. Значит, ну, в период именно деятельности математика, значит, возможно, такие, значит, моменты, которые требуются более глубокого, значит, погружения в какую-то проблему, казалось бы, это очевидно, вот, было самое-то очевидное, и математик запланировал, что он там напишет там статью через год. А выяснилось, что там все не так очевидно, и нужно более, так сказать, еще, вот, как бы, там, глубокие исследования, значит, там, которые одним годом не ограничиваются. Значит, поэтому он, что он вынужден, как бы, делать, как бы, сдавать сырую статью в печать, которая, там, возможно, что-то будет неверное из тех, как бы, результатов, или более детально исследовать, чтобы уже была блестяще законченная такая вот выверенная работа. Вот, поэтому здесь эта палка в двух концах, с одной, как бы, стороны, это, там, хорошая финансовая поддержка, потому что в наши, так сказать, непростые времена финансы, так сказать, никому не помешают лишние. А с другой, как бы, стороны, это такое вот своеобразное давление, можно сказать, на все творческие люди, как, наверное, вы знаете, они, многие творческие люди с такой вот, как бы, тонкой, такой вот душевной, так сказать, там, организацией. Вот, и что это, если, значит, происходит давление, как бы, на человека, он может вообще, значит, перестать заниматься наукой. Вот, поэтому я, если говорить про себя, то я уже давно не участвую в грантах, вот, именно по этой причине. То есть я люблю математику именно за сам, значит, вот, именно научно-исследовательский процесс, а не за какие-то, там, показатели, цифры, там, и так далее. Поняла. Многие не согласятся со мной. На том мы все и разные. В настоящий момент вы являетесь руководителем Коломенского научного семинара, который проходит в онлайн-формате. Расскажите, пожалуйста, о семинаре, что является предметом обсуждения, как давно вы в нем участвуете? Ну, это вот, значит, тот самый семинар, значит, про который я в одном из предыдущих вопросов сам рассказывал, значит, когда вы спрашивали, что, значит, привело меня, значит, меня именно в математику, то есть до, значит, коронавирусного периода, то есть этот семинар был очный. То есть это вот тот семинар, значит, тот самый семинар под сам руководством, значит, моего учителя, вот, который, значит, проводился в очном формате в нашем институте, вот, где я учился, там, в Коломенском. Вот, а после 20-го года, в марте 20-го года, получилось так, что все вот ушли на коронавирусный карантин, вот, и мы вынуждены были перевести семинар в зум-формат, то есть в онлайн-формат, и он продолжается по сей день, значит, в онлайн-формате по нескольким причинам, потому что многие участники семинара, как бы, работают в разных, как бы, местах, вот я вот в Москве, в РУДН, например, Владимир Павлович продолжает, как бы, трудиться в Коломне, кто-то уехал за границу из постоянных участников семинара, значит, кто-то по состоянию здоровья не может просто приезжать именно в институт. И так получилось, что вот мы, как вот с апреля 20-го года бы его, значит, начали проводить в дистанционном формате, так и продолжаем по сих пор, значит, по сей день, вот. Вот, но, значит, предметы обсуждения, это, значит, на самом деле этот семинар по геометрии и топологии больше, вот. Но, значит, о нем, значит, как бы звучат доклады по разным, так сказать, специальностям, значит, на самом деле мы, как бы, интересуемся многим, вот, то есть, ну, это, как бы, полезно любому ученому не только в своей области, так сказать, как вариться, но и знать, что происходит, как в других областях. И, в частности, на наших, как бы, семинарах, значит, выступали такие, как бы, ученые, именно приглашенные из РУДН, вот, которых я вот пригласил, как бы, выступить. Это и Росовский Леонид Ефимович, и, значит, Мазохина Анастасия Сергеевна по мат-биологии, по мат-медицине, и Беляева Юлия Олеговна, и, как бы, Лейко Виктория Владимировна, ваш, как бы, тьютор, или, да, получается, НМ, вот. И еще ряд, значит, как бы сотрудников, там, и аспирантов, и, как бы, студентов молодых, то есть, которые, спасибо им большое, что, как бы, согласились делать доклады для нас, для, как бы, геометров по, значит, образованию, нет, было, там, полезно послушать, как бы, как бы, как бы, достижения и дифференциальных уравнениях, и в уравнении мат-физики, и в мат-медицине, и в других областях. То есть, вот, в целом, то, что представляет собой наш, значит, там, научный семинар. Спасибо большое. Осенью вы были приглашенным докладством в Сириусе на научной конференции. Расскажите, пожалуйста, с какой темой вы выступали? — Да, значит, получается, в сентябре 2022 года меня пригласили выступить на международной конференции в Сочи в поселке Сириус, поселок городского типа Сириус. — Вот, значит, конференция, значит, тема конференции — это геометрия топологии трехмерных многообразий. Я выступал как бы со своими недавними результатами, которые пока являются такими как бы набросками, вот они еще пока не опубликованы, там просто некоторые вещи я хочу доделать, чтобы уже была более основательная статья. — Это, значит, объемы перестановочных многогранников в гиперболическом пространстве. То есть там были получены только такие вот общие формулы, какие-то общие наброски. И вот, в частности, Васяна Ивановна, моя дипломница, сейчас она, значит, я ей дал задачу эти формулы численно реализовать, то есть показать, что на конкретных примерах они дают самокорректный результат. То есть это вот, то есть если в целом говорить, это была тема про объемы перматоидров в пространстве Лобачевского. — Спасибо. А насколько Вы считаете полезным посещение научных семинаров? — Так, ну, я считаю, что это не только полезно, но как бы необходимо всем математикам. И я тут сделаю акцент именно на научных семинарах, потому что бывают научные конференции, то, что было в Сириусе, и бывают научные семинары. Я думаю, Вы, значит, понимаете, чем это все отличается, то есть научные конференции — это вот такие больше как парадные доклады, там, как бы с презентациями, с красивой такой вот постановкой, вот. А научные семинары — это как бы такие рабочие обсуждения, то есть где-то там еще что-то, возможно, математик не доделал. И именно процесс дискуссии, обычно семинары, они длинные на всю пару, то есть где-то полтора часа. Это, значит, иногда затягивается как бы чуть больше, когда у меня была, значит, предзащита, значит, на семинаре Фоменко Анатолия Тимофеевича, это академик. Значит, именно вот по дифференциальной геометрии он специализируется на Мехмате. То есть там у меня где-то был час сорок, час сорок пять, и выходишь взмыленный просто весь, значит, после этого семинара. То есть ты идешь на семинар, как бы вот готовишься к одним вопросам, тебе, как бы, задают абсолютно другие на первый взгляд. Значит, а потом, когда, значит, начинаешь это все анализировать, выясняется, что это помогает понять именно твою тему. Вот у меня был один такой, как бы, семинар, тоже на Мехмате, значит, семинар имени Постикова. Вот там я в своей одной, как бы, статье, ну, где-то четырехлетней давности статья была, матзаметка она вышла, вот. Я, значит, внутренне понимал, но я затруднялся, как это более строго именно в тексте написать, значит, этот момент. И мне, значит, я помню, ученик-букштабера Виктора Матвеевича Николай Яроховец, вот, задал вопрос, значит, который мне, сам этот вопрос помог мне в будущем для, именно, значит, я, так сказать, детализация именно вот этого места сложного, который я не мог никак перескочить. Так что я думаю, это, как бы, не просто полезно, это необходимо участие в научных семинарах, именно по возможности в семинарах. Конечно, конференции – это хорошо, вот, конференции тоже нужны, но больше акцент именно, именно когда, вот, значит, там аспиранты первых лет особенно обучения. Я советую именно больше выступать на семинарах и не бояться, потому что некоторые боятся, там думают, что их там завалят, там, какими-то вопросами, никто никого не завалит, по крайней мере, нормальные люди, там, как те семинары, куда я хожу, это вот, как Мехмат в основном, иногда стекловка, но редко сейчас, как стекловка, потому что у меня по времени не получается, вот. Там люди задают вопросы с целью понять самим, более детально разобраться, вот, потому что у них, также у многих научные темы тесно связанные с моей темой, вот. И, значит, вот, когда я был еще сам аспирантом первых лет, я вот с Владимиром Павловичем, он меня именно, значит, приучил посещать именно научные семинары на Мехмате. Я очень боялся, то есть там вот я видел, что эти люди, которых ты там только по книгам знаешь, что вот они авторы книг, таких классических, и вот они сидят перед тобой, вот, и, ну, я там был только слушателем сначала, вот, потому что это серьезный семинар, то есть там, значит, должны быть, значит, именно результаты какие-то свои. Вот. Я боялся поначалу, там вот один докладчик пришел, я думаю, что они на него напали, этими вопросами. Второй докладчик там, значит, а потом я понял, что это все там необходимо для, и для понимания самого докладчика, и для понимания, значит, аудитории. Поэтому это необходимо именно по возможности семинара. А как вы считаете, в чем заключается важность подобного опыта для студентов? Вот, например, бакалавриата, еще не аспирантура, не аспирантура. Ну, это помогает студентам, значит, вот особенно аспирантам или магистрам, значит, быстрее войти именно вот как в научную жизнь такую полноценную, то есть понять уровень, что от них будут требовать, вот. В первую очередь, также не бояться выступлений перед аудиторией, потому что это тоже довольно важный навык, то есть, значит, не растеряться перед аудиторией, значит, уметь говорить, уметь писать на доске, значит, потому что те вот как бы семинары, значит, на мехматике, про которые я говорю, там, значит, в основном все пишут на доске, то есть нужно грамотно, четко писать, именно чтобы все это было с точки зрения расположения формул, значит, как бы на доске все это было, значит, соблюдено, так скажем, вот, значит, поэтому аспиранты и, значит, магистранты, это как бы для них это не менее важно, чем для уже формировавшихся математик. Скажем так. Спасибо большое. В 2014-2017 году вы являлись членом организационного комитета научной конференции ДФДЕ. Хотела бы узнать, в чем заключалась самая большая сложность данной работы? Самая большая сложность? Ну, маленьких сложностей не было там. То есть, это одна большая-большая сложность. Что касается 2014 года, я и в 2014, значит, и в 2017 году сам отвечал за финансы конференции, то есть за финансовую часть, это, как вы понимаете, это очень ответственно. Значит, я там даже бывало, что и как бы не спал, переживал, что думаю, там как же там все это пройдет, чтобы все оплаты прошли вовремя, чтобы там все, всех поселили, всех как бы довезли, всех участников, потому что это действительно крупнейшая конференция со звездным составом, то есть там большое количество докладчиков конгрессов международных, это высшее признание в математике считается. Вот, поэтому это было очень-очень сложно, это такой вот как бы годовой, значит, почти марафон, потому что подготовка конференции еще начиналась с осени предыдущего года, то есть если конференция, допустим, 2014 года, то мы с осени 2013 года, значит, начинали готовиться, то есть эти вот регулярные собрания, то есть и как бы вот кроме твоей основной работы, который никто не отменял по, значит, преподаванию, по дипломникам, еще, значит, приходилось самому, значит, приезжать в бухгалтерию, решать там, значит, ряд, как бы, таких организационных вопросов, вот. Ну и в 2014 году еще была для меня сложность в том, что это первая конференция, я по идее не должен был сначала отвечать, как бы, за финансы, вот, но сложились обстоятельства, как бы, что у нас два человека, которые этим занимались, сначала один, потом второй, они, значит, выбыли из рядов оргкомитета и, как бы, в спешном порядке, именно где-то ближе уже к ноябрю-декабрю, эту функцию возложили на меня, так скажем, вот. И, значит, первый год было очень сложно, потому что я не знал еще, кто в университете за что отвечает, вот, то есть, приходилось все это делать, как бы, с нуля, вот. Значит, второй опыт, получается, через, там, получается, прошло уже три года, я уже, значит, примерно представлял, что это будет и с кем мне взаимодействовать из, как бы, сотрудников, значит, бухгалтерии или там аппарата ректора при университете, вот. Вот, но в семнадцатом году даже было чуть более сложно, чем в четырнадцатом, потому что ряд новых, значит, бюрократических требований свалилось тогда, я помню, и мне, мне даже дали помощника, как в четырнадцатом я все, все один, как бы, делал, вот, а вот по своему сектору я имею в виду, значит, по, значит, санкфинансам. В четырнадцатом, в семнадцатом, вернее, мне дали уже помощника, как студента, вот, но, там, все равно это, как бы, не упростило мою задачу, потому что там куча новых бюрократических формалистов, которые, ну, значит, просто огромную, так сказать, как нагрузку взвалили на нас, и, там, дополнительную, там, которая, конечно, мы блестяще, я думаю, провели, как в целом, вот, вся команда оргкомитета, и первую, вторую конференцию, ну, ко вторую конференцию, значит, пришлось, как бы, ну, в процессе конференции сильнее понервничать, потому что некоторые, значит, моменты могли сорваться, но мы, как бы, справились в целом, вот, все вместе, вот, поэтому, если говорить в целом, то это, как бы, тяжелый барафон и первая, вторая конференция, но вместе с этим это, сам, огромный опыт, то есть, после того, как вся конференция закончилась, прошла церемония закрытия, хочется просто лечь и уснуть, прям, там, есть просто вот такая, такое психологическое, эмоциональное выгорание, которое, такое, прям, вот, потом облегчение, удовлетворение, что, вот, вот, там, колоссально проделанной работе, что, вот, хочется просто отдыхать, а уже отдыхать, как бы, некогда, потому что новый учебный год, то есть, сама конференция в августе заканчивается, там, ближе к 20-му числу, то есть, там остается буквально 10 дней, вот, поэтому этот год сложный был, но сам полезный, то есть, я там, значит, познакомился с рядом, значит, известных математиков, вот, вот, как бы, с которыми я по сей день с некоторыми сотрудничаю, вот, и, значит, они являются членами редколлегии, значит, именно ведущих журналах, и мои публикации, как раз, вот, не без их участия, так сказать, некоторые публикации, значит, проходили, поэтому это время, я считаю, проведенное с пользой. Спасибо большое за такой ответ. Какая была самая запоминающаяся конференция в вашей научной деятельности? Самая запоминающаяся? Именно, где я участник был или где я организатор? Где я участник был? Ну, пожалуй, эта конференция, если самая запоминающаяся, это, значит, конференция в Новосибирске, это, по-моему, то ли 18-й, то ли 19-й год, по-моему, 18-й. Она, значит, она называется «Дни геометрии в Новосибирске». Значит, она запоминающаяся в том смысле, что все, ну, самая конференция проводится, ее организаторы, это сотрудники, вот, сам Института математики имени Соболева РАН, то есть Новосибирского, сам Института, это Веснин Андрей Самьюрьевич, это Самабросимов Николай Владимирович, это Медных Александр Дмитриевич и их ученики, то есть это те математики, в том числе на работе, значит, на работах которых я учился. То есть это те математики, которые именно в России одни из немногих, которые занимаются, вот, похожей проблематикой, то есть вычисление объемов многогранников в нефлидовых пространствах. То есть это была не столько самая, как бы, запоминающаяся, сколько самая полезная именно в научном плане. Значит, я так считаю. Спасибо. С какими трудностями вы сталкивались, будучи студентом? Будучи студентом, значит, трудности, в смысле, как в учебе, да, вы имеете в виду? Да, да, да. Значит, будучи студентом, я, как бы, не любил, значит, гуманитарные дисциплины, вот. Особенно так, как у нас вуз, значит, педагогический был, то есть выпускатель учителей. Был очень много сам курсов, типа, значит, педагогика, общепедагогика, там, значит, педагогика лета, то есть это вот провожаток в лагере. Значит, там, специальная педагогика, то есть, как бы, работа со специальными детьми, там, значит, то есть инклюзивное такое образование, как это называется, психология тоже, общая социальная психология, потому что каждый, каждый педагог должен быть психологом, вот. Эти дисциплины, они очень тяжело мне давались, то есть именно дисциплины математические, такие, как матанализ, алгебра, геометрия, топология, это были самодушные. То есть, как бы, сходить на них, это отдых после, скажем, там, двух пар педагогиков подряд, значит, например, вот. То есть, главная сложность, это именно вот такие, как гуманитарные дисциплины. Если говорить про математические дисциплины, это даже, как бы, скорее была не сложность, а сложности в адаптации, так скажем. То есть, вот когда, значит, первый курс, особенно матанализ, значит, мы приходим после школы, и, как бы, сразу становится такой вот первым, первое время такой вот сложный, сложный язык для понимания предмета. Вот эти эпсилон-н, эпсилон-дельта, то есть, когда вот эти последовательности, значит, теория пределов, это вот как раз вот первый курс, значит, первые семестры. То есть, там вот сложность заключается просто вот, значит, в адаптации, в скорости, так сказать, там, усвоения материала, потому что нужно было не только записать, но и как-то понять, приходилось дома потом это все разбирать, значит, то, что в лекции было. Потому что в рамках лекции нам, как первокурсникам, школьникам бывшим, можно сказать, не все удавалось сходу вот взять, как сказать, вот этот барьер взять, как бы, сходу. Приходилось дома готовиться, дома, как бы, как наши преподаватели говорят, прорабатывать лекционный материал. У нас такой замечательный преподаватель Пуал говорит, там она все, если кого-то вызывает к доске, там он, как бы, что-то, ну, видно, что он, как бы, не готовился, он все говорит, вы не прорабатываете, вот так вот, как лекционный материал. То есть это вот важное, значит, умение студента, которым, к сожалению, в РУДН, вот где я сейчас работаю, мало кто, значит, обладает. Когда им говоришь, вот что, значит, вы должны приходить на семинар, там подготовлены, подготовлены, в каком плане проработать, значит, предыдущую лекцию. Вот. То есть сложность, если говорить в целом, подводя итог, то сложность заключалась для меня именно в, значит, посещении негуманитарных курсов, вот, сдаче экзаменов, вот. Ну, слава богу, у меня не одной четверки, значит, дипломе, слава богу, я сдал, как говорится, и на том спасибо. И, значит, адаптация именно на младший курс. Вот это вот две такие вот, пожалуй, есть, можно сказать, сложности. Спасибо. А планируете ли вы защищать докторскую диссертацию? Ну, это опять, значит, возвращаясь к моему вопросу про, значит, вот гранты, что, значит, планирую? Конечно, хотелось бы, вот, но, значит, докторская диссертация, это, значит, должно вот как на самотворческого человека через работу и через труд прийти какое-то вдохновение. То есть докторская диссертация – это такой вот глобальный результат, новая теория какая-то, вот. Вот, значит, конечно, планирую, но, когда это произойдет, я, к сожалению, сказать не могу. То есть я работаю в этом направлении. А насколько в целом необходимо для специалиста защитить докторскую диссертацию? Смотря для чего. Как бы, если для строчки в резюме, там, допустим, доктор наук – это солиднее, чем, как бы, кандидат наук. Или, там, для каких-то доплат, вот, именно в коммерческих целях. Конечно, необходимо. Вот, а если говорить, значит, языком науки и искусства, вот таким вот, вот, как бы, тонким языком, тонкими материями, так сказать, значит, мыслить, значит, то это, значит, так вопрос я бы не ставил. То есть, ну, как бы, не то, что, как бы, не ставил. Это, значит, вопрос, значит, на который, как бы, ответы, я думаю, дать такого четкого нельзя. То есть я говорил, что, значит, всякий ученый – это как любой творческий человек. Вот, и это самое одно и то же, что, ну, там, узнать, там, когда ты, как бы, шедевр напишешь, там, допустим, картины, там, у художника спросить, вот, там, если взять сам авторов, там, выдающихся картин в живописи, например, или авторов выдающихся романов, там, Достоевского, например, его спросить, там, а когда ты напишешь, там, мой любимый роман, у него братья Карамазова, например, вот. То есть, я думаю, что никто не ответит на этот вопрос. Конечно же, хочется, как бы, оставить след заметными в математике, то есть, если это докторская диссертация, то это, я уже повторяю, какой-то такой вот глобальный, как бы, результат. И мне вот эту мысль, там, Александр Леонидович Скубачевский в свое время сказал, значит, я вот не помню в интервью, значит, вам он, по-моему, тоже это говорил, я вот пересматривал какое-то интервью, что, как бы, сначала, ну, вот, про кандидатов и докторов наук, что, как бы, докторами наук сначала становятся, а потом защищают диссертацию. А для кандидатов, там, наоборот, как бы, сначала защищают, а потом становятся кандидатами. Сейчас я думаю, что я по совокупности стал кандидатом наук уже. Вот, значит, по-докторски это все наоборот. Исходя из этого, вот и ответ на мой вопрос, что, конечно, бы хотелось бы, но как, как скоро это произойдет, это никто, значит, я думаю, не скажет, включая меня. Спасибо. Потому что я знаю очень много, действительно, крупных ученых, которые из своих, как бы, аспирантов выпустили, там, огромное количество пандемии хматики, но они кандидаты до сих пор, хотя результатов у них огромное количество. Вот, может, они хотят, там, какой-то такой вот жирный, восклицательный знак поставить, какой-то выдающийся получить результат. Вот, поэтому здесь это, так вот, довольно все сложно и неоднозначно. Спасибо вам большое. Специфика вашей деятельности, она влияет на воспитание ребенка? Помогает ли вот техническое образование в этом вопросе? Значит, я думаю, да. То есть, именно профессия, значит, преподавателя и педагога, конечно, помогает, потому что у меня, вот, ребенок, я сегодня, кстати, чуть не проспал наше интервью, вот, потому что вчера он стартовало в ноль часов запись в первый класс, я в первоклассе, поэтому, вот, значит, пока записались, так сказать, получается, уже спать, значит, легли за полночь, значит, вот, значит, вот, значит, и сейчас у нас вот идет самая такая активная подготовка, как, как, в школе, вот. Мы ходим на занятия по, значит, подготовке к школе, там, значит, дают, там, задания, и приходится объяснять, как, в ребенку. И вот тут вот я думаю, что, как бы, не столько специфика моей деятельности, насколько мое образование, все-таки мы там изучали педагогику, именно как с маленькими детьми, как им объяснять это, вот. И мне эти знания, так сказать, вот, хоть это было для меня самым сложным в институте, как я уже говорил, мне это помогает, именно, там, не снять, именно ребенку на пальцах, именно по-простому, там, вот, какие-то базовые вещи, там, скажем, больше и меньше, ну, как, там, сложение, вычитание, такие вот простейшие действия, ну, и так далее. Спасибо большое. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь в свободное время, какие у вас увлечения, хобби? Свободное время, вот. Такой сложный вопрос, обычно, мне кажется. Ну, это самое, на самом деле, в зависимости от, значит, времен года, я бы так сказал, то зимой это лыжи, это лыжный спорт, то есть я еще со школы люблю, вот, это, даже за сборную школы бегал в свое время, вот, ну, как бы, на лыжах, вот. Что касается, такой вот весенний-осенний период в свободное время, это, это огород, как ни странно, то есть я, как бы, отдыхаю, получаю, как бы, удовольствие от, значит, выращивания различных, саморастений, ну, я по, по овощам специализируюсь, если говорить в целом овощевод, то есть у меня мама, допустим, по цветам, то есть как бы цветовод я вообще, вот сейчас вот у меня, как бы сезон такая вот активная, посевная, то есть там, вот, посев рассады, вот. Ну и если еще говорить про досуг, вот, то это просто как бы чтение и, то есть прогулки до свежего воздуха, то есть когда есть как-то свободное время, то есть вот эти, как бы, три основных вид для деятельности. А вот вы говорите про овощеводство, что вы занимаетесь посевом культур сейчас, а как вы находите время? Вы живете в Коломне, это очень далеко от Москвы, вам приходится на дорогу в институт тратить довольно много времени, как часто удается посвящать этому времени на неделю? Ну, сейчас пока особо каких-то таких вот затратных работ нет, вот. А когда начнется уже там сам огород, уже отпуск там близко, поэтому... Я поняла. То есть в мае уже там, значит, вот, майские праздники, потом там уже, ну, у меня в мае уже как бы вот в плане нагрузки уже поменьше в институте, то есть у меня основные модули такие вот в плане преподавания, это вот сейчас получается в третьем модуле очень много парк. Вот. И первый модуль. Спасибо. Да. То есть получается там уже конец дачного сезона. Вот. А сейчас вот еще как бы на самой даче как бы не начался еще. Вот. Поэтому это такая только подготовка дома как-то. Поняла. Спасибо. Действительно ли у вас была своя музыкальная группа? Ну, это было так вот как бы скорее хобби. Вот. Да. Раньше такое хобби было. Вот. Если про хобби говорить. Это был второй, наверное, второй-третий курс. Это где-то год 2007, значит, 2008. Вот. Да. Но у нас как бы не то, что своя, у нас как бы просто несколько человек было. да, мы вот этим увлекались, чего-то играли. Даже там у нас где-то даже записи есть. А какое направление у нас было в музыке? Значит, направление русский рок, то есть та музыка, на которой я вырос, это значит творчество таких музыкантов, как Егор Летов, например, значит, Майк Науменко, Юрий Шевчук от ДДТ, значит, Константин Кинч, Фалиса, значит, Виктор Цой, я думаю, многие знают. И мы, значит, поначалу наша хобби-рок-группа, она как бы занималась больше кавером уже известных песен, скажем так, вот. А потом уже мы что-то стали свое уже как бы сочинять, вот. И даже там где-то порядка семи-восьми песен написали. Ничего себе. Это было давно и уже как бы неправда. Ладно вам. А вы кем были? То есть вы на инструменте играли? Автор. Обалдеть. Ничего себе. Автор песен, вот, и значит, да, значит, на получается ритм гитары, автор песен, да, и исполнитель, да. А сейчас вы играете на гитаре? Ну, мотивы знакомые, напеваете? Ну, да, вот на даче как раз. Она мне на даче. Что? Душа компании, говорю. Ну, да. Спасибо. И насколько мы слышали, вы увлекались тяжелой атлетикой? Не ошибаюсь? Услово как бы увлекался, это, это мягко сказано, занимался, как бы на довольно серьезном уровне, вот, да. Это было где-то 2005, нет, даже раньше, наверное, 2004, значит, 2008, 4 года. Да, там, увлекался, и даже, как бы, неофициально до кандидата в мастера спорта даже дошел, вот, то есть, как бы, официально у меня первый взрослый разряд, это вот, вот то, что перед кандидатом в мастера спорта, как бы, чтобы сам официально присвоили сам кандидата, нужно вот этот, как бы, норматив выполнить на соревновании. Ну, конечно, соревнования это стресс, это очень, как бы, долгое ожидание, чего-то мне психологически не хватало, вот. То есть, если говорить с телом, то я бы, своего, своего ребенка на этот спорт бы не отдал, именно, при тяжелой атлетике, потому что это очень, в плане здорового энергозатратно, потому что нагрузки нешуточные, значит, потому что я как-то, вот, будучи еще вот самым активным спортсменом, вел как бы дневник, даже я его нашел как-то недавно, вот, то есть там, там, я не знаю, мне было, если я с 88-го года рождения, там, мне было сколько там, 18-19 лет, значит, допустим, вес, допустим, значит, которые там в плане упражнений вспомогает, их там, знаете, приседания, тяга, там, 270 килограмм, примерно. Сколько? Очень много, у меня, как бы, к сожалению, не знаю, от этого и нет, вот, я, ну, заработал себе, как бы, гипертоническую болезнь поначалу, то есть, проблемы с давлением, потом, как я узнал, что у всех штангистов, значит, большое давление, вот, потому что, когда у нас была какая-то медицинская комиссия, я уже не помню, вот, по-моему, в спортшколе как раз, вот, не имеют давление, они, они говорят, ты как себя чувствуешь? Я говорю, то есть, как обычно, они говорят, а у вас там, типа, 180 давление, или там, Пришлось задуматься о своем здоровье, и, значит, как бы, пришлось завязаться этим спортом. А когда, плюс у меня там, как раз, вот, уже как старшие курсы институт подходили, то есть, там уже, нужно было учиться, практику там проходить и так далее. И, и потом еще, когда я, как бы, закончил уже со спортом, через какое-то время еще вырезали проблемы со здоровьем, там, вот, допустим, варикозное расширение вен, например, то есть, это, видимо, от нагрузок больших, вот, поэтому, если это делать как фитнес, то есть, там, для себя просто в зал ходить, значит, я думаю, это неплохо. Значит, а если именно заниматься, как бы, результаты, это очень, очень, энергозатратно и очень-очень тяжело в этом плане, в плане здоровья, я думаю. А когда возьмите... Спорт себе, что-нибудь такое, поле, бег какой-нибудь, например, там, или ходьба спортивная, вот сейчас вот палочки эти скандинавские, очень-очень хорошая вещь. А когда возникло у вас это желание заниматься тяжелой атлетикой? Значит, ну, я на самом... Значит, я на самом деле всегда, значит, занимался, там, я не помню, с пятого класса, там, каким-то видом спорта занимался, то есть, поначалу я года два или три занимался волейболом, вот потом с седьмого класса довольно долго до института занимался, значит, спортивной борьбой, вот, и уже, получается, со старших классов школы, вот, перешел в тяжелую атлетику. Значит, опять же, меня вот это вот побудило заниматься этим спортом, именно вот фильмы о спортсменах, например, документальные, то есть, книги о спортсменах, то есть, вот я раньше как-то читал это, даже у нас рядом большая библиотека про таких великих штангистов, как вот, значит, допустим, Василий Алексеев, двукратный олимпийский чемпион, там мировой рекордсмен, сам Юрий Власов, его замечательная книга «Справедливые силы», он сам, Юрий Влас, он был с высшим образованием, сам был писателем еще плюс как штангист, вот, то есть, интересно это было, вот, и сам именно вдохновился вот этими примерами, вот, и он там описывал, кстати, что он сам потерял свое здоровье, то есть, вот, там как раз, вот, Василий Иванович Алексеев скончался, там он вот, от инфаркта, то есть, как раз там он, значит, Юрий Влас прожил долго, но он уже последние годы очень долго не мог ходить, то есть, у него просто опорный двигательный аппарат от этих постоянных бешеных нагрузок, так сказать, просто уже не выдержал. Спасибо большое. Мы перешли к нашему финальному вопросу. есть ли математики, которыми Вы восхищаетесь? Да, конечно, это в первую очередь мой сам учитель, дай Бог ему здоровья, долгих лет жизни, это Лексин Владимир Павлович, который, значит, фактически, как бы, благодаря ему я начал заниматься математикой, именно так, на серьезном уровне, он в меня поверил, первый из всех преподавателей. это в первую очередь САМОН, но и математики с тех научных семинаров, под которых я, конференции, которые я, значит, посещал, это и Новиков Сергей Петрович, и, значит, Букштабер Виктор Матвеевич, и Фоменко Анатолий Тимофеевич, их ученики многочисленные, просто я всех тут, значит, при желании перечистить, у меня времени хватит, и, значит, Новосибирская школа математики, это академик Тайманов Искандер Асанович и член-корреспондент Веснин Андрей Юрьевич и Медных Александр Дмитриевич и его ученики, то есть, вот это вот все математики, которые у меня называются с уважением и восхищением, да. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо вам за интервью. Всего доброго. Тогда до встречи. До встречи.